Святый Боже, святый, крепкий, святый, безмертный Бог, мирной ночь. Вот и закончился Великий Пост. Уже сегодня ночью православные будут встречать самый главный праздник христиан, Пасху Господню, который называют праздником праздника и торжеству из торжеств. Все богослужения в этот день наполнены особой радостью и торжествами. Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прихождение», «избавление». Первоначально этот праздник знаменовал исход иудеев из Египта под предводительство пророка Моисея. Это Пасха Ветхозаветная, символизирующая избавление еврейского народа от египетского рабства. Смысл христианской Пасхи совсем другой. Смысл воплощения Богослова – спасение всего рода человеческого. И не просто Христос был на земле как полноценный человек, но и понес все страдания, а самое главное, что вернул все человеческое естество через свое воскресение к вечной жизни, которую человеческий род потерял в лице Адама и Евы. И поэтому воскресение Христово называют еще праздников праздника торжествой с торжеством. И он стоит вне ряду всех праздников, потому что над всеми праздниками, потому что воскресение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа является главным в жизни каждого верующего в Него. Потому что через свое воскресение Господь своскресил всех нас. С древних времен, из поколения в поколение, люди ждали рождения Мессии. Единственным народом Древнего мира, который сохранил истинную веру в Бога, были евреи. И по обещанию Божию, именно от них и должен был произойти Спаситель. На протяжении всего ветхозаветного периода, то есть до рождения Христа, в народе избранном находились праведники и пророки, которые говорили о пришествии Спасителя. Что это были за пророчества? Во что верили и на что надеялись люди до рождения Мессии? Ветхозаветные пророки, Исаия, Иеремия, Захария, ну и многие другие пророки, в псалты, псалмопедец Давид и другие написавшие псалмы, писали не только о том, что должен воплотиться Спаситель мира, но и то, что вся жизнь, как она будет проходить вплоть до предательства, каким образом все это происходило. И в разных участках, вот в отрывках Священного Писания, вот мы читаем это. И говорится о том, что Сидева в очреве примет и родит Сына, и назовут его имманую, то есть с нами Бог, Спаситель мира. Но самое первое, это еще в самой первой книге Бытия, описывается о рождении Спасителя, каким образом это будет происходить. Уже при творении мира Всеведущий Бог знал, что человеческий род приступит и будет лишен вечности. И через воплощение Бога Слова мы были избавлены от века проклятия и смерти. Они жили, веровали, надеялись, что придет Мессия и избавит их. Так и случилось. За неделю до Пасхи Православная Церковь отмечает Верхное Воскресение, которое в церковном календаре называют «Вход Господень в Иерусалим». Его описывают все четыре евангелиста. В этот день Иисус Христос верхом на осле впервые въехал в Иерусалим. Его встречали как царя, постилали одежды и пальмы в ветви на его пути, и кричали «Ассанна! Благословил грядущий во имя Господне! Ассанна Вышних! Ассанна Сыну Давидову!». Пройдет несколько дней, и та же толпа, разочарованная тем, что Христос не свергнул римское господство, будет требовать «Распни, распни его!». Он говорил им о Царстве Небесном, возвещал им о божественной любви, и сам был любовь. А они эту любовь безжалостно раздавали. «Общество само по себе, оно же неоднозначно. И есть еще, так называемое, веяние толпы. И понятно, что кто-то из тех, встречавших Христа и кричавших «Ассанна!», делал это искренне и по вере, потому что этому предшествовало величайшее чудо – воскрешение четверодневного лазаря. «А кто-то просто был, как бы, вместе со всеми. И им было все равно. Они вместе со всеми кричали «Ассанна!», потом вместе со всеми кричали «Распни, распни его!». «Как настроишь?». Все были настроены благодатным поступком Христа, который победил смерть, воскресив четверодневного лазаря. И это чувство передавалось всем людям, и люди прославляли. Когда же учителя народа из-за зависти, из-за злости своей собственной, не принявшие Христа и его мессианство, учили народ, чтобы они говорили «Распять!», все говорили «Распни, распни его!». Поэтому никогда не нужно самому подавляться толпе, но и знать, что в любой момент все может поменяться сразу. Поэтому это еще раз говорит каждому человеку, что верить в Бога и надеяться на Него не ложно, потому что только Бог не приложен во всех своих обещаниях и во всех своих обетованиях, которые дарует человек. А люди сами по себе, по причине своей греховности и несовершенства, могут менять свое мнение ежесекундно даже. Вербное воскресенье заканчивается в Великий пост. Начинается и Страстная неделя. Это время особое, дни великие и святые, которые особо чтятся церковью православными. В чистый четверг вспоминаю Тайную вечерю, на которой Господь установил Таинство Причастия. Оно и поныне совершается в каждом храме во время Божественной литургии. Этого события верующие люди ждут с большим нетерпением. Сегодня во многих домах пахнет корицей, ванилью, пекут куличи, всей семьей красят яйца. Пасху мы всегда ждем с нетерпением. Наша семья любит посещать богослужения, особенно в Страстную неделю. Поэтому Пасха для нас очень долгожданный праздник, особенно после такого длинного поста. С детьми готовимся, печем куличи, красим яйца. Это уже давняя традиция. И моя мама пекла, и все бабушки пекли, поэтому и мы печем. Для нас это самый большой праздник, потому что больше этого, наверное, нет для православного христианина. Пасхальный звон и яйца с куличами, березки стали белыми свечами, а над землей несется Боговесть. Христос воскрес! Боистос воскрес! Предчувствие чуда и совместные хлопоты дарят детям и родителям не меньше радости, чем само торжество. Пасхальные яйца, окрашенные в один цвет, без рисунка, это крашенки, расписанные по особой технологии – писанки. Традиция красить яйца произошла от равнопосленной Марии Магдалины. После того, как Христос вознесся на небо, она подарила императору Тиверию яйцо, сказав «Христос воскрес!» Но Тиверий ответил «Вот это так же трудно поверить, как в то, что это белое яйцо покраснеет, и яйцо покраснело». Девятилетний Тихон – не просто прилежный прихожанин. Несколько лет он помогает батюшке служить в алтаре, поэтому о крашеных яйцах знает гораздо больше. Яйцо символизирует гроб Господень, где скрывается вечная жизнь. Скороупа – это камень, который приварили к пещере, где лежал Христос, и где находится новая жизнь. Мы красим яйца в красный цвет, потому что красный цвет указывает страдания и кровь, которую пролил Христос. Пасха – это не просто праздник. Это праздник воскресения Христова, суть христианства. Священнослужители с утра сменили траурное облачение на белое. Но главный цвет праздника – красный с золотом. Белое облачение – это свет Христов, то есть божественный свет. Красный цвет – это цвет крови, которую пролил Христос. И мученики почему? И облачаются в память мучеников. И тем более, что на Пасху, как Христос, проливший кровь за все человечество, в красное облачение. Приближается полночь, пора идти в храм. Начинается Пасхальная служба, торжественный крестный хор, Пасхальное утреннее и, наконец, Божественная литургия, освящение Артаса. Пение хоры и самые искренние молитвы одни на всех. Отличительная особенность Пасхальной службы – она вся поется. Песня «Пасхальная служба» Песня «Пасхальная служба» Богослужение на Пасху и продолжение Светлой Седмицы совершается при открытых царских вратах во знаменовании того, что воскресением Господа Иисуса Христа открыто всем Царствие Божие. Евангелие читается на нескольких языках, как символ заповеди Спасителя «нести слово Божие в мир». Служба долгая, длится несколько часов до самого утра, но для верующих пролетает, как одно бодовение. Эта радость пасхальная, она сама по себе присутствует в тебе, потому что ты участник всего этого. И ты не посторонний здесь человек, а ты тот, который сам по себе через благодать Божию, которая в тебе есть во святом крещении, принимаешь во всей полноте всю силу воскресшего Спасителя, и радость этого праздника передается. Ну и каждый раз, конечно, нет такого однообразия. Вообще в Пасхе нет одного однообразия, потому что каждый раз тот труд, который ты понес, приходя к этому празднику, он вознаграждается вот этим светлым чувством о Христе воскресшем. И это не высказанные чувства, это невозможно передать иногда словами, но это ощущение сердца, души и всей жизни, что ты сегодня вот за Божью страсть и Его воскресение обновлен великой любовью божественной, потому что ты веришь, надеешься, любишь и знаешь, что Господь с тобой. Заходишь в храм, прикладываешься к святыне, святому престолу, начинаешь молиться, и ты уже забываешь о том, кто ты, зачем, потому что твое сегодняшнее состояние это то, что ты обязан делать по своему призванию, которому тебя привел сам Господь. И поэтому времени, которое там, сколько это будет длиться, не имеет никакого значения. Даже после того, когда все уже закончилось, вот как таковой сильной усталости нет, потому что здесь присутствует воскресший Бог. И эта сила, она вообще очищает и восполняет все немощи, все болезни и все духовные слабости, которые имеет человек. Любой, без исключения. А тем паче, стоящий у престола и служащий. Воскресение — это путь, задуманный Богом для каждого из нас. Я есть Альфа и Омега, говорит Господь. Не случайно именно в Великую Субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме чудесным образом появляется благодатный огонь, символ воскресшего Иисуса Христа. Это чудо нельзя объяснить, но оно происходит каждый год. Дай Бог, чтобы мы духовно возродились и имели такую же твердость веры, которую постигаем, проходя поприще Великого Поста. И эта твердость веры, без исключения, без различия религий, каждого утвердила в том, что Бог — помощник наш и покровитель. И никогда не оставит никого из нас, если мы будем обращаться к Нему, не ждать помощи, что почему-то Бог обязан, а именно обращаться к Нему. И обращаясь знать, что Господь каждого услышит и поможет каждому искренне, всем сердцем обращающимся к Нему. Храни вас всех Бог с наступающим светлым Христовым воскресением Пасхой. «Я есть в воскресении и жизни», сказал Господь. «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Ликующий пасхальный трезвон возвещает о наступлении Великой Минуты. Миллионы людей в пасхальную ночь объединяются в молитве, в причастии, в общей радости. Христос воскресе! Боисти, Боисти! Минуты. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...